здравствуйте уважаемые друзья с вами канал популярная микробиология мы опять с вами пополняйте свои знания по медицинской микробиологии сидим дома и обучаемся микробиологии сегодняшняя тема инфекция инфекционный процесс и инфекционная болезнь от инфекции не застрахован никто что же такое термин инфекция в переводе на русский это означает заражение в 19 веке молодые люди встречаясь друг с другом иногда говорили у меня инфекция они имели ввиду что заразились сифилисом инфекция это процесс который выработан в результате длительной эволюции это одна из форм борьбы за существование в инфекционном процессе участвуют три составные части первое это конечно же микроб который должен быть болезнетворным второе это наш с вами организм который микробиологи называют макроорганизмом в отличие от микроба который является микроорганизмом их взаимодействие происходит не в вакууме а в условиях внешней и социальной среды возникновение инфекционного процесса очень важное значение имеет состояние организма человека инфекции способствуют факторы которые ослабляют защитные функции организма это длительное голодание это переохлаждение или наоборот перегревание радиация больших дозах хроническое отравление химическими веществами и алкоголизм в то же время мы можем препятствовать возникновению инфекционной болезни если полноценно питаемся потребляем необходимое количество витаминов занимаемся спортом характер питания имеет важное значение для возникновения инфекционной болезни инфекционная болезнь это крайняя степень инфекционного процесса когда мы с вами сейчас существую в условии пандемии ковид 19 то некоторые люди страдают крайней степенью инфекционного процесса у них выражены все клинические симптомы то есть у них развилась инфекционная болезнь заболевание корона вирусной инфекции но есть категория людей которые инфицированы в их организме происходит инфекционный процесс но инфекционная болезнь крайняя степень инфекционного процесса не возникает это люди с достаточно хорошим иммунитетом и это люди которые постоянно в условиях эпидемии выполняя свой долг соприкасаются заболевшими людьми это медицинские работники врачи фельдшера медицинские сестры вот европейских странах введен строгий карантин но одна из этих стран это швеция где карантин не столь строг эпидемиолог швеции рассчитывает на то что люди приобретают коллективный иммунитет и инфекционный процесс не перейдет в крайнюю степень в инфекционную болезнь тема очень интересная мы продолжим ее следующих выпусках благодарю вас за внимание будьте с нами ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал м м м м м м м Субтитры подогнал «Симон»